здравствуйте дорогие любители драгоценных камней в этом видео речь пойдет про шпинель и наш эксперт по драгоценным камням константин расскажет вам о том как шпинель выросла в цене и почему она выросла в цене что в ней особенного ценного и какая шпина и ценится сейчас больше всего и как шпинель вы можете купить инвестировать в нее или просто коллекционировать или сделать на них деньги занявшись бизнесом шпинель достаточно такой новый камень на рынке относительно тем не менее он очень вырос в цене очень сильно я уже говорил про вьетнамскую шпинель звуки она наверное самая такая ценная шпинель разновидностей множество да есть такая шпинель джедай называется она просто максимально похожи на рубин да соответственно я уже рассказывал что первая линейка драгоценных камней она тянет за собой полу драгоценные камни шпинель максимально похож на рубин да то есть красная шпинель была в короне у английской королевы да ее принимали за рубин да там потом совершенно недавно сделали на нее сертификат оказалось что этот огромный рубин оказался шпинелью вот то есть внешне да очень тяжело определить рубин это или шпинель красным соответственно красная шпинель сразу же взлетела особенно вот вьетнамская до шпинель она влить за на крупное да нет тоже ко мне шпинель 5 карат там это уже хороший камень ну так же как и рубин 5 шириной 10 карат это уже инвестиционный камень шпинель 10 карат хорошей частоты это в принципе инвестиционный камень он шпинели не находится этот камень в крупных крупном материале да поэтому шпинели которые превышают 10 карат в принципе любых цветов то в принципе уже можно сказать инвестиции есть знаменитая кобальтовая шпинель да это синяя неоновая шпинель тоже первый раз найдена на блоки и не и лукьяновский кобальтовая шпинель это инвестиционный камень безусловно и камень за которым гоняются многие коллекционеры камень который очень легко продать на но тоже все зависит от цвета когда мы говорим о кобальтовой шпинели люди ждут вот этот синий кобальтовый вот неоновый цвет да сейчас пошли шпинели из танзании из маленькие кстати кобальтовые да большинство выглядит как обычная синяя шпинель но тем не менее там есть содержание кобальта люди делают сертификат там написано что это кобальтовая шпинель и начинают платить за нее там какие-то тысячи непонятные тем не менее не глядя на цвет ее ну просто вот смотрите зрители заходите в интернет пишите кобальтовая шпинель кобальт кобальт шпинель да и и все вы сразу же видите вот этот цвет оба это вы можете написать лукьян до самое лучшее что вы сразу увидели самую лучшую кобальтовую шпинель вы увидите этот цвет он максимально похож на сапфир такой сапфировый цвет но тем не менее он намного реже чем сапфир до кобальтовую шпинель также нашли и на шри-ланке но она более низкого качества до кобальтовую шпинель недавно обнаружили два гемолога 2 английских гемолога на севере канады вот и они сделали фотографии из дрона они подняли она находится в горах там прям такие залежи и были огромны вот то есть кобальтовая шпинель это очень редкий камень он инвестиционный он идеально подходит для коллекционеров которые хотят удивить кого-то даже маленькая крошка в один карат может стоить тысячи евро если это реально неоновый голубой цвет синий такой цвет роялгу вот они называют этот цвет именно кобальтовой шпинели electric blue да уж имеет очень сильную яркость до такого вот в африке добывают шпинель также тоже хороших оттенков интересны какие-то оттенки да уж пинали есть индивидуальные на такие как серая шпинель на серый шпинель такой камень такой оттенок цвета только уж пинели присутствует ни у каких других камней то есть тоже очень модный цвет женщины очень сильно полюбили вот розовая шпинель тоже тоже очень дорогой камень да есть он прям яркий такой цвет вибранд называется да ну прям ярко-ярко такой красный до максимально такой вот сочный красный яркий цвет я когда-то купил такую шпинель вибранд ред цвета у одного поставщика она была полностью в включении и я сначала очень сильно расстроился на я ему сказал что слушай но как-то я слишком мне показалось я переплатил я заплатил ему больше тысячи за карат и когда я получил я его увидел в живую мне показалось что но слишком много включений внутри вот на что он мне говорит но здесь цвет главное этот цвет потом когда я в лондоне показал своим коллегам своему коллеге этот камень он когда увидел он говорит слушай я говорю это тебе готов его от меня обменять если хочешь там и когда он мне предложил за него хороший камень я понял что мне надо оставить это этот цвет у меня вот не понял что оказывается видишь это опыт да это ты сначала думаешь что это одно да вот когда мы говорили о еще а гранатах я видел спецартин который стоит 25 тысяч долларов я смеялся когда я увидел такую цену но ребята которые опытнее меня специалисты не сказали мне он столько стоит такой камень один в мире и этот камень продался на удивление да ну если он один в мире то неудивительно что его продали да а что произошло с этой шпинелью она у тебя в сейфе хранится или нет продал эту шпинель купил купила клиентка моя которая любит вот именно инвестиционные камни он находится у нее в коллекции она с ним не данный момент пока не расстается да кстати говоря я больше не нашел такого цвета шпинель я видел такого цвета цвета шпинель но она там стоила какой-то космос она была чистая вот вот этот vibrant red до шпинель это просто она отличается даже от рубина да у него такой такой красный как будто бы такой оранжевый цвет непонятный такой очень интересная шпинель то есть шпинель крупная она это не висит инвестиционный камень нельзя говорить что кому она нужна да и так далее это глупо как минимум но люди часто такую фразу именно по глупости и говорят да красная шпинель кстати в вьетнаме до красная берманская шпинель тоже в берме добывают шикарную шпинель до тоже вот большинство ошибок покупателей заключается в том что они гоняются за вот этими гром и громкими названиями да допустим вот это берманская шпина берманская шпинель а может стоить там и 200 долларов карат а может стоить и 10000 за карат все зависит от качества цвета если у нее пастельный цвет такой холодный до приглушенные она не может стоить тысячи за карат а если она яркая красивая берманская шпинель конечно из бирмы даст муамара она максимально похожа на рубин конечно она будет стоить очень дорого да здесь только опыт и так шпинель какая самая дорогая шпинель я уже говорил самая дорогая это кобальтовая шпинель и красная шпинель джедай лукьяна кстати напомнил про шпинель мохенги на шпинель мохенги из танзании да это неоново-красного шпинель но она тоже имеет разные оттенки купить мохенги в один карат да в принципе не редкость да она не может стоить тоже там тысячи евро за карат потому что она за исключением если конечно у нее какой-то не супер яркий цвет но в принципе до двух карат это не редкость да она добывается достаточно больших количеств до двух карат но образцы начиная там с трех вот с трех и выше карат да это уже дорогие камни и кстати ну дишь стоит чуть-чуть дешевле чем рубин но в принципе уже догоняет его до выглядит потрясающе этот камень мохенги это всегда инвестиция мохенги это бренд до который знают во всем мире мохенги это редкость до достать хорошую шпинель мохенги очень тяжело кстати я был на выставке сейчас да я увидел одну шпинель мохенги которая есть нашей коллекции моей и я с этим продавцом начал разговаривать говорю слушай у меня есть такой камень показал его в телефоне этот камень не продавай его сейчас он говорит продавай его через год он говорит вот дело в том что почему мохенги настолько уникальны дело в том что это добыча она нестабильная то есть добыча большая относительно да но тоже она находится одна в мире и она нестабильная да она может пройти месяц и там вообще ничего не найдут до от техника люди работают да потом они находят допустим какое-то количество соответственно это производство этого материала она очень дорогое они требуют высокую цену за него потому что им надо купить свою работу свой материал но если а твои шпинели сколько там карат мохенги да у тебя шпинель мохенги скамок рад там два лотом было один а в твоем сейфе да я рассказываю там был один лот до из небольших камней да там по два-три карат ты видела тебе присылал видео и один камень в 5 карат да я не продаю его потому что насколько ты не плывешь а сколько стоит на рынке такая шпинель она растет она растет сегодня она стоит это в зависимости кто как продает я говорю вот я приехал на выставку да за нее просили там от пяти тысяч и выше за карат за карат да но есть люди которые уже сейчас продают ее за двадцать тысяч карат есть то и такие есть такие которые десяти каратную шпинель мохенги и за сто тысяч рекламируют и говорят что это недорого то есть видел пятикаратную шпинель мохенги на выставке пять тысяч конец за город есть пятикаратная шпинель мохенги и за пятнадцать тысяч карат это не предел да это разделе дел номер зависит от чистоты от яркости от цвета если там красивый вот этот вот красный вот этот рубиновый неоновый цвет она ярче чем рубин шпинель мохенги она ярче если там красивый яркий цвет у тебя такая то конечно она яркая да но она с она мутная да с помутнением тем не менее даже с помутнением да она выглядит максимально как рубин да потому что все рубины они все мутные все практически она стоит где-то двадцать пять тысяч то ну где-то в районе до двадцати тысяч двадцати пяти насколько вообще твоя коллекция стоит так если я не знаю на вскидку я не считал не знаю никогда не подсчитывал даже сколько вот там вся коллекция стоит я собирал коллекции для частных клиентов там тоже но подсчитать я не знаю ну невозможно почитать потому что цены всегда меняются это раз во второе второй момент то за сколько ты считаешь что это столько стоит это один момент да насколько ты можешь продать это 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 совершенно другой момент и говорит что вот это стоит это как компанию оценить да кто-то ее там свою компанию кричит она 100 миллионов долларов стоит да а приходят эксперты и говорят слушай а что у тебя здесь стоит 100 миллионов долларов да только твоя известность да у тебя один офис у тебя нету ни зданий ни автомобиля ничего но твердого актива никакого да то есть у тебя только идея да она известная популярная но она не стоит 100 миллионов да вот они продают ее там за 20 миллионов ты бы хотел рассказать о своей коллекции о своей коллекции лично но она там разные камни там не только не обязательно какие-то дорогие супер камни то есть конечно я там купил какие когда были возможности когда есть какие-то возможности приобрести именно очень дешево какой-то интересный камень приезжаешь в гости например какому-нибудь своему вот коллеги да ты приезжаешь вы давно не видеть у вас дружеские отношения вы сидите друг другу что-то показываете вот он сразу достает мне вот особенно когда в лондон приезжал не достает что-нибудь интересное сейфа показывает чем-то меня удивительно его что-то увидел он говорил мне что-то очень сильно понравилось и он говорит но для тебя отдам вот если ты себе хочешь тебе вот такую цену сделаем конечно но сразу хочется есть желание купить если какие-то лишние деньги покупаешь а продавать уже не хочется вот тоже вот этот фактор играет то что ты покупаешь продавать почему не хочется потому что ты знаешь что завтра такой не купишь еще раз да то есть а может и купишь на но все равно как бы держишь у себя но сейчас как бы я должен сделать красивую витрину на поэтому я в основном свои камни хочу поставить в украшения да и показать людям какие-то интересные камни в украшениях именно давать их инвестиционно конечно продавать тогда зачем кольцо со шпинелью махенги будет стоить сколько 30000 смотри вот тут самый интересный момент в плане бизнеса до шпинель махенги камень да это одна цена а кольцо со шпинелью махенги это уже совершенно другая цена то есть вот в чем суть если ты поставил его только в оправу как за которую ты заплатил там тысячи евро образно говоря плюс бриллианты там хорошо 5 тысяч евро ты хороший туда бриллианты поставишь до вопсып в оформлении это может и 10000 выйти если ты поставишь уже какие-то багеты там или груши да но хороший там вес категории это кольцо это уже произведение искусства никто не скажет тебе какую бы ты модель с ним не сделал никто тебе не скажет что это плохая работа на это произведение искусства с таким камнем да то есть неважно в какой он направе стоит важно что там стоит тут уже когда мы касаемся каких-то супер вот этих уникальных камней которых это же это махенги добыча она исчерпаема то есть и почему такая цена потому что когда они копают дальше они не знают найдут ли они еще возможно это все то есть для них это постоянный стресс да они вот ищут ищут и там помог там кстати попадается классный гранат в махенге очень красивый гранат там попадается кобальтовая шпинель да то есть такая вот история про шпинель ну что ж ну что ж я думаю я могу часами разговаривать мы со зрителями это супер и мы будем записывать и мы будем записывать часами и часами мы будем записывать годами десятилетиями и столетиями и столетиями твои удивительные рассказы но конечно очень хочется увидеть вот эту коллекцию и уникальных ювелир когда мы жили с твоими камнями которые в твоем сейфе находятся в лондоне да да дело в том что вот смотри у меня отелье еще но не очень большое да и конечно я хочу сделать и для себя украшение для клиентов да но когда поступают заказы тебе же надо сначала заботиться о клиентах потом уже себе на то есть если есть свободное время куда-то вставить что-то сделать конечно получается если времени нет то зависит все от многих факторов мы только начинаем свой путь скажем в этом бизнесе поэтому но тем не менее все для этого есть для того чтобы создать уникальное ювелирное украшение камни есть золото есть ювелиры есть художники есть и ты как организатор инициатор и мотиватор есть поэтому осталось только найти время и создать эту удивительную коллекцию равной которой нет в мире и мы ждем этого с нетерпением и с удовольствием покажем ее нашим зрителям поэтому подписывайтесь на канал пишите чтобы не пропустить этот уникальный момент рождения ювелирных шедевров появилось и 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